Здравствуйте! Меня зовут Нина Гумяшвили, я главный куратор выставки «Иной взгляд. Портрет страны в объективе фотографов Магнума». Дело в том, что агентство Магнум открылось в 1947 году. Среди его учредителей был Роберт Капа, Энри Картье Брессон и Дэвид Симур. До сегодняшнего дня все самые именитые и легендарные фотографы с мировыми именами на территории фото-журналистики являются членами этого прекрасного агентства. Я предполагаю, что мечта любого фотографа, который занимается фото-журналистикой, для которого фото-журналистика является языком фотографии, это, конечно, стать членом этого агентства. В архивах Магнума очень большое количество негативов и исторического материала. И, собственно, используя его, агентство складывает огромные тематические выставки собственноручно, и эти выставки гастролируют по всему миру. В нашем случае наша выставка совершенно оригинальна, потому как Манеж выступил с инициативой сделать специальную выставку всех фотографов агентства Магнум с 1947 года до сегодняшнего дня, которые когда бы то ни было были в СССР, потом в России. Архитектурно эта выставка выглядит таким образом, что она разбита по десятилетиям. Первый этаж – это начиная с 1940 года по 1980, и второй этаж начинается с смутных 90-х и заканчивается, собственно, 1920 годом. Впервые Капа задумывался о организации такого кооператива фотографического агентства еще в 1935 году. И, собственно, смысл организации этого агентства заключался в том, чтобы помочь фотографам отделаться максимально от эксплуатации больших корпораций, и чтобы, наконец-то, у фотографов появились те самые авторские права. Но знаменательная встреча, на которой было произнесено, собственно, торжественное открытие выставки, произошла в апреле 1947 года на втором этаже ресторана Музея современного искусства в Нью-Йорке Маума, где, собственно, была откупорена полуторалитровая бутылка шампанского «Магнум». И, собственно, как корабль назвали, так он поплыл. Хотя, честно говоря, я думаю, что прямой перевод греческого слова «магнум» в «великий» тоже имел свою тяжесть, свой смысл и свое представление фотографов о том, на что должно быть похоже это агентство. Первым большим заказчиком агентства «Магнум» был журнал «Ladies Home Journal». Это такой, скорее всего, прототип нашего журнала-работница. Агентству было предложено сделать серию репортажей про жизнь обыкновенных людей по всему миру, которая называлась «Life is Life». И те немногочисленные члены агентства, которые в это время, собственно, существовали, они разъехались по всему миру, по всем странам, по всем континентам, а Капе досталось путешествие за железный занавес. Георгий, Андрик Арси Брюсон, величайший фотограф XX века, классик фотографии, толстой фотографии, как назвал его Ричард Абидон. В чем удивительнейший секрет, не открытый до сегодняшнего дня, вот этого решающего момента? Ну, во-первых, я скажу, ему бы очень не понравилось услышать, как его представляют, потому что он невероятно простой человек. Он был суперскромный, да? Он не был скромный, он был обыкновенный, простой, он просто ненавидел всякого пафоса в жизни, он не любил, когда его снимают, не любил, когда его представляют. Вообще, он хотел быть всегда в тени, и я его понимаю, потому что фотография очень важна, быть незаметна. Это ужасно неприятно, когда тебе в объектив светят прожекторами. Вот эта фотография Москвы, 1953 год, по-моему, да? 1954. 1954. Я родился в это время, и в советское время было тяжело, не было его фотографий, невозможно было его найти, увидеть, но когда эти фотографии появились, я был в зрелом возрасте, для меня это было невероятное открытие, посмотреть Москву в те годы, когда я еще не был, я только появился на свет. В 50-е годы, представить себе, что он ходил совершенно свободно по улицам, и фотографировал, вот-вот-вот, и фотографировал, собственно, то, что хотел. Там был человек, который... Сложно, да, да, сложно. Там был человек, который с ним, знаете, ходил. Конечно, конечно, вот, собственно, мой вопрос, именно потому что вы с ним были лично знакомы, и мало ли, может быть, какая-то информация пролетала, страшно интересно, как все-таки с людьми, которые нависают над тобой, можно снимать такие теплые, такие простые, такие, казалось бы, необязательные фотографии. Как получилось так, что у этих людей не было возможности направить его больше в какое-то такое пропагандистское русло, что, в принципе, ожидалось? Нет-нет, сами фотографы Магнума – это люди личностные, они не поддаются никакой пропаганде. Свобода – это самоцель. Свобода – это мы видим под нашему Пушкину, в отличие от Деержавина, который там царице служил, а Пушкин – любезен я народу. Вот эта независимость – это как бы... Я думаю, что всем важен фейдбэк. Не с точки зрения плебса, не с точки зрения тинейджера, не с точки зрения родителя, а именно свободного человека. Все отпечатки, которые мы представляем на выставке, напечатаны специально для этой выставки, агентства Магнум. И, собственно, это оригинальные отпечатки с негативов легендарных фотографов. Единственные работы, которые мы получили из фонда «Кортье Брессон», это непосредственно работы Анри Кортье Брессона и Мартин Франк. Это отпечатки архивные, они подписаны Кортье Брессоном, так как фонд после его смерти не печатает больше работы. То есть все, что вы где бы то ни было, когда бы то ни было, увидите на стене фотографии Кортье Брессона, если они подписаны, это все было сделано во время его жизни. Это дико редкие отпечатки, и я очень рада, что есть возможность показать гостям работы, на которые смотрел сам Кортье Брессон и своей рукой их подписывал. Они как-то совсем по-другому существуют, они как-то совсем по-другому дышат. Я видела практически всю серию ваших работ Тарковского. Это очень откровенные картинки, несмотря на то, что... Ну, совершенно понятно, что он вам ни разу не позировал, и вы много снимали на съемочных площадках, и вы как-то интегрировались в семью, вы смогли его раскрыть, он же был достаточно закрытый человек. Это правда, да. И дело в том, что он не сразу не познакомился, потому что люди, которые меня предоставили, познакомились с ним, передали, что он хочет, чтобы вы сняли его дочку, сына, ну, не дочка, это дочка его жены, а собаку, что он видит, чувствует, не знаю. И я был вхож в его дом без него. Вот это было странно. Но это был очень тяжелый период в его жизни, потому что мама болела, он знал, что она... чем все это кончится, и поэтому он был очень грустный тогда. Вот. Но тем не менее, все-таки, он был очень немножко интроверт, можно так сказать, несмотря на то, что он был режиссер, актер. Вот. И он сказал, меня попросил в журнал «Иллюзион» сделать портрет, повесить. Попробуйте, можете у вас получиться. То есть, как бы это было его согласием. Ибо дальше он сказал, вы знаете, я завтра хочу выйти погулять собаку, приходите завтра, мы вместе погуляем, может, что-то поснимаете. Его с большим удовольствием. Он говорит, ну, где-то, ну, часов в шесть утра. Я сказал, боже, я только в пять ложусь спать. Он говорит, ну, не хотите, нет, не сказал, не ложитесь. Он говорит, не так, простил, не хотите. Ну, конечно, я бросился и приехал. Дело в том, что не только Картебрессон, но от него шла эта идея, что кроме сущности должна быть геометрия. Он очень смешно переворачивал фотографию квер ногами, чтобы сюжет не мешал ему, и он чувствовал пространство. Он был гениальный, не гениальный, но он был художник. Вот, как бы он не создавал живописи, не вошел в мир как художник, как фотограф. Но у него чувство ритма было. И как бы я почувствовал, что есть фотографии, конкурирующие между собой, есть фотографии нарративные, где какой-то сюжет, где, если не смысл, ни имя, ни лица, то хотя бы понятие. А есть то, что способно игнорировать все это, но они потрясающие, потому что они имеют свой узор, то есть паттерн, и они над событием. Георгия. Нана Хейтман. Самая молодая, да, самая молодая, немного наступающая вам на пятки, так как она наполовину немка, наполовину русская, русского происхождения. На половину пяток она наступает. Вот, да, на половину пяток она наступает. С моей точки зрения, феноменальный проект по какой-то внутренней женской включенности в этой непростой ситуации, в которой все мы оказались. С одной стороны. С другой стороны, не было бы счастья да несчастье помогло. Мы страшно хотели как бы аккордом, последним шумным аккордом этой выставки, собственно, показать какой-то проект 20-го года. И в связи с внутренне просто административными какими-то недоговоренностями, у нас это, к сожалению, не получилось. И потом грянула, да, потом грянула пандемия. Нана застряла в Москве. Вы застряли в Москве. И, собственно, фотограф Магдума не может позволить себе даже в полной ситуации изоляции застревать. Я знаю, что вы тоже снимали, но вот вы видели ее проект. Что вы думаете? И что это вообще для вас работать в такой страшной ситуации, в которой мы все оказались? Когда ты пригласила ее, она моментально бросилась в красную зону. Да, 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 да. Что мы, собственно, здесь и видим. Она подружилась с этими людьми, она очень, да, она была в курсе, она посоветовалась с папой врачом, с мамой. Они давали ей какие-то советы, она очень переживала и старалась каждый день. Нана, можешь, говорит, нет, нет, я в больнице, я в скафандре. Да, 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 в скафандре со всеми вот этими атрибутами существования в красной зоне. Там какой-то человек еле дышит, говорит, его впихивают в воздух. Я на фотографии не могу передать это. И говорю, Нана, ну вытащи, айфон, говорю, с ними хотя бы, дай информацию, мы хотим знать, это же все останется, у тебя есть редкий шанс, потому что врачам не до съемок. Следующей остановкой была Грузия. И уже через 10 дней Стейнбек писал, что они от переедания готовы отдать концы. И Капа, который очень гордился своей 80-сантиметровой талией, приуныл. Есть прекрасный пассаж в русском дневнике про Грузию, который я не могу использовать, не могу не использовать эту возможность, а зачитать. Где бы мы ни были в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде, магическое слово Грузия звучало постоянно. Люди, которые никогда там не были и которые, наверное, никогда не смогут туда попасть, говорили о Грузии с восхищением и с каким-то страстным желанием побывать в этих волшебных местах. Они говорили о грузинах, как о суперменах, как о великих музыкантах, великих работниках и великолепных любовниках. Они говорили о стране, расположенной на Кавказе, у Черного моря, просто как о втором рае. И мы начали верить. Большинство русских надеется, что если они будут честными и добродетельными, то им воздастся и после смерти они попадут не на небеса, а в Грузию. По словам Капы, это был старомодный вояж в духе Дон Кихота и Санчи Пансе, который они, собственно, предприняли, путешествуя по России. Книга, названная ими «Русский дневник», подразумевалась изначально как история о простой русской действительности и совершенно не подразумевала сухой политинформативной информации по поводу того, что происходило в стране в этот момент. Элиот Ирвид родился в Париже в семье русских евреев. Мне посчастливилось быть с ним знакомой. Мы готовили совместную выставку. Он совершенно феноминальный, с удивительным, тончайшим одесским чувством юмора персонаж. До сегодняшнего дня, в свои преклонные года, он совершенно с орлиным взором. Подтверждение важности фразы, что фотограф должен оказаться в нужное время, в нужном месте, является, собственно, фотография, не только одна фотография, а вся серия работ под названием «Кухонные дебаты». Дело в том, что в это время происходила большая выставка американской индустрии в «Сокольниках». И два президента, по ней путешествуя, собрали безумное количество репортеров вокруг себя. И в какой-то момент назрел серьезный конфликт, когда ни один, ни другой президент не могли больше сдержать своих ощущений и натуральных чувств друг к другу. И началась перепалка. И в тот момент они стояли прямо рядом с подиумом, на котором показывали и на котором представлялось то, как выглядит кухня в обыкновенном американском доме. Так вот, Эллиот Ирвит в этот момент волей судьбы оказался прямо на этом подиуме. То есть он стоял перед ним, перед ними, перед президентами, которые страшно ругались в этот момент и тыкали друг друга пальцем и были совершенно вне всякой дипломатической ситуации. для того, чтобы конкурировать с всеми остальными фотографическими агентствами в освещении происходящего в мире, Магдум нуждался в появлении новых свежих сил. И к середине 50-х годов Капе удалось завербовать множество молодых дарований, которые впоследствии стали знаменитыми фотографами. Инги Моран, Ив Арнольд, Берт Гленн, Эллиот Ирвит. Все они пришли прекрасными молодыми художниками, фотографами и сейчас являются легендарными звездами. Родившись в Австрии, Инги Моран всегда занималась фотографией. И, собственно, приехав в Париж, она прямо с вокзала взяла такси и приехала в офис Магдума. Капа посмотрел ее портфолио и тут же предложил ей стать помощником Анрика Арте Брессона. В 1977 году Питер Марлоу под видом туриста пробирается в Советский Союз и снимает свою знаменитую серию о диссидентах. В 70-е годы получает развитие диссидентское движение. Диссиденты не пытались бороться насильственными средствами против советского строя и марксистско-ленинской идеологии, а апеллировали к официально провозглашенным ценностям. Например, они настаивали на соблюдении Советским Союзом гуманитарных статей Хельсинского соглашения. Диссидентов обвиняли в связях с разведкой и в том, что они по указке Запада разглагольствовали о мнимых нарушениях прав человека в СССР. Инакомыслие было главной внутриполитической проблемой на тот момент. Московская и Хельсиновская группа старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций. На фотографии Владимир Слепак, радиоинженер и борец за право советских евреев на иммиграцию. Снимок сделан в год, когда начался разгром организации. Члены Хельсинской групп подверглись давлению со стороны КГБ и арестам. Может показаться странным, что агентство Магнум, провозглашающее жесткую фотожурналистику как свою основную тему, могло обратить внимание на такую сиюминутную тему, как мода. Но на самом деле архив агентства пестрит модными фотографиями, начиная с конца 40-х, когда Капа снимал показы дома Диор. Эта тема показывает пластичность фотографов Магнума, и я подумала, что ее нельзя обойти стороной. Это еще одна грань того, что могут фотографы агентства. И мы показываем два проекта, связанные с модой. Первый проект – это «Шанна». это реклама шуб, снятая в летнем Петербурге. И второй проект – это проект Мартина Пара, модная съемка для журнала московского. К своему 70-летию Магну придумал прекрасный проект под названием Life Lab – живая лаборатория. Смысл проекта заключался в том, что несколько фотографов, два или три, приезжали в тот или иной город. У них было семь дней, в течение которых они снимали город, они снимали свое ощущение, свое представление о городе в абсолютной свободе. И жизнь в эти семь дней складывалась таким образом, что первая часть дня это была отведена на съемку, и вторая часть дня это была печать и отбор работ в какой-то открытом общественном пространстве. В прошлом году по приглашению Департамента по туризму города Москвы три фотографа зимой и три фотографа летом приехали в Москву и произвели вот такого вот рода эксперимент. И, собственно, здесь мы показываем шесть фотографов из летней сессии и из зимней сессии, которым удалось полюбить и прочувствовать Москву. Йонес Бендиксон несколько лет прожил в России, снял несколько проектов и даже выпустил книгу, связанную с нашей страной. И в какой-то момент, как это обычно бывает, совершенно случайно в интернете на него вывалилась информация про мессию Виссариона, такого чудесного милиционера из Сибири, который провозгласил себя следующим мессией. Йонес заинтересовался этой историей, разузнал всю информацию, где проходят молебны и где, собственно, паства мессии и отправился туда. И получился совершенно невероятный, очень интересный, безотношенческий проект про этого непростого человека. Но это было только начало. Дальше Йонес начал гуглить про других таких людей, потому что он был уверен, что это не единственный представитель. И оказалось, что по миру практически во всех странах и континентах есть похожие люди и сложился проект. По утверждению Андрея Кортия Брессона, фотоаппарат является оружием, но не в смысле пропаганды, а в смысле инструментом для передачи своих ощущений, чувств, любви, ненависти. Фотоаппарат может быть как теплым поцелуем, так, собственно, и кушеткой психоаналитика, или альбомом для эскизов, или пулеметом. Я предлагаю каждому из вас прочувствовать тот взгляд, который мы показываем на фотографии о России своим собственным путем, своим взглядом, своим иным взглядом. Приятного путешествия! Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ